Егор, расскажите, летом, как бы мы ни береглись от солнца, шляпы, солнцезащитные кремы, все равно в сентябре мы можем обнаружить пигментные пятна на своем лице. Такая неприятность. Действительно есть такая проблема, и зачастую пациенты или клиенты клиник, они просто отмечают, что что-то резко произошло, или какие-то пятнышки, или какие-то пятна, или просто пигментация диффузная. Безусловно, у этих состояний есть много разных причин, но инициирующие воздействие, конечно, ультрафиолетом. И сложность этой ситуации заключается в том, что это развивается вдруг резко. И когда ты разговариваешь с пациентом, он зачастую не может даже понять, а почему. То есть одна и та же солнечная нагрузка, одно и то же место, и вот вдруг развивается пигментация. Все думают, что это можно решить путем шлифовки. К большому сожалению, такую пигментацию, которая развивается, ее не так просто решить. И вот как раз чего не следует делать, не следует делать шлифовку. Потому что хирургические лазеры, как я уже говорил ранее, они стимулируют выработку пигментации. То есть после шлифовки можно получить усугубление. Через несколько месяцев пигментация может стать тяжелее. То есть свое желание отшелушить быстро это нужно останавливать? Да, отшелушить быстро не получается. Нужно работать с клетками кожи немножко по-другому. Ну, современную женщину и маленькое пятнышко может смущать. Привести в ужас, это правда. Значит, что нужно понимать, что работая с такой ситуацией, как пигментация, мы должны сначала удалять, препятствовать воздействию ультрафиолета и не допускать появления нового. То есть вот когда мы соблюдаем все эти компоненты, мы тогда успешно с ней боремся. Если же человек хочет по-быстренькому раз-раз-раз-раз и избавиться, у него получится, но на очень короткое время, к сожалению. А в дальнейшем это может... Следующим летом может усугубиться. Может усугубиться. Оно может даже раньше усугубиться, если был выбран неправильный метод коррекции. Егор, с чего начать девушке, которая хочет удалить пигментное пятно? Я думаю, что нужно обязательно прийти к дерматологу и показать это на образование. Потому что под банальными пигментными пятнами может скрываться очень опасное состояние. И просто так что-то там делать, особенно в домашних условиях, я крайне не советую. Ну, я надеюсь, что все мы уже поняли, что по крайней мере беречься от солнца, и солнцезащитными кремами пользоваться необходимо. Вы дали еще один повод нам. Я вам больше скажу, мне очень радостно, что в 2018 году совершенно официально Европейская Ассоциация Дерматовенерологов приняла консенсус, общий мировой, запрещающий применение соляриев в Европе. Просто потому, что доказано, что эти вещи вызывают раки кожи. Тогда мы все будем их староечивать. К сожалению, у нас сейчас такая солнечная активность, что нам нужно, конечно, от солнца максимально защищаться, сохраняться, предохраняться. На сегодняшний день есть хорошая новость. Не только кремы, уже даже разработаны капсулы специальные. Есть таблетки. Можно просто пить таблеточку и защищаться от солнца. Фантастика. Почитаю обязательно об этом. Спасибо вам. Спасибо.